здравствуй дорогой друг снова с вами я михаил канал кордовый блогер и немножечко хочется поговорить про сяоми в точности уточнить один определенный момент который вы вполне возможно не знаете и возможно у вас возникают вопросы в данном случае да не случай а видео мы поговорим о такой модели как сяоми redmi 4x и о ее вариантах в нашем случае будет представлена два варианта если мы посмотрим отсюда то мы не увидим практически разницы кроме того что эта версия 2 гига оперативки 16 стройки а это 3 гига оперативки 32 стройки но если мы повернем то мы увидим что они отличаются сбоку в чем отличие а данная модель redmi 4x но это глобал ром глобальная прошивка он он сколы до глобальная прошивка а это глобал вершин то есть когда вы заказываете телефон непосредственно ридми 4x то есть два варианта глобальная прошивка глобальная версия боковое отличие если вы смотрите объявление например и вы видите иероглифы это означает что это китаец если вы видите английские буквы полностью это означает то что это глобальная прошивка также отличие видно здесь здесь видно что это ридми 4x галила ла 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 все понятно и вот такой значок здесь мы видим что это киний хрена непонятно казалось бы да ну есть мы берем 3 32 едва 16 вот просто в сторону мы поймем ну в остальном то ни filmmaking diye одинаковые давайте посмотрим насколько они одинаковы данный телефон приходит в распечатанном виде глобальной версии как правило запечатана был у меня один раз прикол с глобальной версии когда были адаптеры для англии но это был единичный случай больше у меня такое не встречалось но по наклеечкам мы видим то что они немножко отличаются здесь нет наклейки здесь наклейка есть далее внутри говорят что китайский язык в иероглифы гораздо больше влезает но при этом здесь видите а наш в четыре раза складывается а в случае с английским языком инструкция состоит из двух страниц мелочь следующее отличие у нас а заключается в том то что но иначе выглядит внутри коробка потому что идут разные адаптеры а в случае с глобальной версии у нас идет адаптер с европейской вилки никаких там придумок задумок ничего не надо а в случае есть это у нас китаец то адаптер идет для китайских розеток выглядит он вот так как правило к нему идут вот такие переходники и все дальше работает вроде как особых проблем никаких нету разница но шишбы с ним не особо большая а для тех кому интересно давайте еще знаете что сделаю давайте я вам сейчас покажу как выглядят разные цвета у этой модели линейка не особо большая состоит она всего из трех цветов как тот я розовый до этого не держал но на самом деле вполне прикольный цвет значит черный розовый золотой если мы на них посмотрим спереди то это будет черная панель белая белая вот так вот у нас выглядит золотой розовый в принципе почему нет например розовой дочери золотой жене себе черный и потом не перепутать а но это не все отличие на самом деле дьявол кроется как говорится в деталях детали следующие они имеют разные частоты телефон выпущенный для китайского рынка да на него поставили глобальную прошивку то есть по прошивке они будут одинаковые также будет приходить обновление по воздуху вопросов нет ну там есть там некоторые нюансы но бог бы с ними не будем вдаваться в подробности основная задача заключается в том то что бэнды на которых это частоты на которых работает 4g ил ты и так далее тому подобное мобильный интернет а в китае заметно отличаются от наших и когда телефон сделан для китайского рынка он немножко урезан смысл ставить до чтобы он работал на частотах которых в твоей стране нет у нас они есть и поэтому не вдаваясь в подробности для нас основные частоты это тройка семерка и двадцатка то есть если мы будем говорить про московский регион то скажем мтс работает на третьем 7 20 38 бенде билайн работает 3 7 20 мегафон работает 3 7 20 38 и теле 2 работает на седьмом и двадцатом и тут как раз эта разница и возникает ну убирая остальные банды скажу следующее в китайской версии нету 20 бенда то есть если вы а пользуетесь москве теле 2 то у вас только вот половина частот будет на нем работать вторая половина работать не будет и в принципе то но он есть да все хорошо но если именно эти частоты будут загружены то некие потери в скорости как минимум у вас будут возникать по большому счету разницу них не особо большая то есть если мы возьмем скажем китайцы 216 и глобальную версию 332 ну и ребят плюс 16 гигов память ну сопоставимо там со флешкой и гиг оперативки довольно заметно по цене с отправка из москвы опять же до 4x 216 глобальная прошивка стоит 8000 на данный момент global version стоит 9200 ну то есть разница в 1200 рублей она заги кооперативки 16 встроенной памяти вполне нормально есть за что переплатить плюс у вас здесь будут 20 банды тут их не будет но при этом как бы да есть региона вот у меня там человек заказывал телефон из региона где 4g по умолчанию нету вообще он меня вообще по барабану в моей жизни на 4g к нам даже и не придет но моя рекомендация да все-таки бывает брать global version потом будете продавать вам будет это сделать гораздо легче потому что будьте говорить я купил магазине все хорошо за 7 я думаю данный небольшой рассказ можно закончить и что мы из него можем узнать что когда вы смотрите в интернете в интернет-магазинах вашего города красивую сказку о том что вот с таким боком и переходником на адаптер продается телефон вот такой и рассказываю что мы официалы официалы никогда такой не привезут у официалов мало того что здесь будет написано redmi 4x global version и еще будет наклеечка на которой будет написано евро тест и информация на русском языке вот это будет официально с официальной гарантии то что вы купите вот с надписью гарантии год ну ребят если вдруг вам понадобится гарантии вы с ним придете вам скажут ребят а вы на него пальцами тыкали а куху переслоняли может быть наушники втыкали сканером отпечатка пользовались вообще звонили да все это не гарантийный случай это ваша проблема скорее всего будет так при этом там ценник за него будет ну совсем не тот как меня или в китае значит еще раз данная модель регулярный товар она всегда держится в наличии до 2.16 держится в цветах черный золотой зла черный розовый золотой а 3.32 global version держится в двух цветах черный и золотой будет надо обращайтесь а пересыл стоит 300 рублей это либо курьерская служба на дом либо почта в зависимости от того где вы находитесь просто есть некоторые места где курьеры ну крайне дорого выходят заходите в группу вконтакте а там есть все координаты запрашивайте обращайтесь заказывать надеюсь видео помогло если это так поставь лайк подпишись вступил в группу вконтакте помоги голодающим по волжи африке будь хорошим человеком всем всего до скорых встреч думаю про остальные модели наверно также рассказать если вам это интересно напиши опять же в комментариях почитаю возможно сниму всем пока